Твиттер снова заблокировал аккаунт Кани Уэста после того, как он опубликовал пост со свастикой и дал интервью конспирологу Алексу Джонсу. В ТикТок обнаружили сотни пропагандистских видеороликов про российскую ВЧК Вагнера. Связь с американцем Полом Уилленом, отбывающим 16-летний тюремный срок в российской колонии по обвинению в шпионаже, восстановлена. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента. Американец перестал выходить на связь после перевода из мордовской колонии в тюремную больницу. Гугл открыл цифровой банк с памятниками украинской культуры. За время войны в Украине были разрушены или повреждены 500 музеев и исторических зданий. Вышел первый трейлер фильма «Стражи галактики», часть третья. Общенациональная забастовка сотрудников железных дорог в США отменяется. Сенат ратифицировал проект соглашения, достигнутый между Белым Думом и профсоюзами. В случае, если бы стачка состоялась, американской экономике она обошлась бы в 2 миллиарда за каждый день простоя поездов. Все ли в итоге остались довольны, об этом расскажет Данила Русаков. Срочные меры, чтобы не допустить забастовку железнодорожников, вслед за палатой представителей принимает американский Сенат. Законопроект рассматривают в экстренном порядке. 80 голосов за и лишь 15 против. Пройдя необходимые бюрократические процедуры, проект соглашения теперь совершенно легально может быть передан на подпись президенту Джо Байдену. К слову, договор с профсоюзами поддержали и ярые критики последних. Но, как уточняют республиканцы, альтернативы особой у них изначально не было. Прекращение поставок затруднили бы работу любого вида транспорта в стране, а еще и бизнеса в целом. Демократы попали в политическую передрягу. Я думаю, что большинство из них теперь могут чувствовать себя спасенными. Ведь в случае, если бы у нас действительно случилась забастовка железнодорожников, то это была бы очень плохая новость для экономики. Но не все профсоюзы довольны. 4 из 12 выступили против. Нерешенным остался вопрос обязательного оплачиваемого отпуска для железнодорожников. Законодатели-республиканцы еще на этапе обсуждения эту инициативу заблокировали. В Белом доме, наоборот, хотели вынести этот пункт из трудовых договоров и сделать обязательным. Впрочем, оппоненты нынешней партии власти уверяют, отсутствие полного компромисса – это вина не республиканцев, а именно демократов. Джо Байден договорился о соглашении без поддержки рабочих, а затем повернулся к Конгрессу и сказал, вот, вы заставляете их принять эти непопулярные меры. Рабочие против. И Байден продолжает, вот, теперь идите и заткните им глотки и используйте для этого федеральный закон. Я думаю, что это плохая сделка. Специалисты уже подсчитали стоимость предотвращенной забастовки. Экономике США она бы обошлась суммой около 2 миллиардов долларов за каждый день. Для того, чтобы справиться с транспортным коллапсом, откуда-то бы пришлось найти дополнительные 765 тысяч рабочих рук. Задача сама по себе нерешаемая. Ситуацию усугубляло и то, что железнодорожные компании собирались частично сворачивать перевозки еще до даты официального начала забастовки. Об этом они лично рассказали министру труда Марте Уолшу, а также главе Минтранса Питу Бутиджичу. Впрочем, как говорят бывшие сотрудники отрасли, проблемы, подобно снежному кому на железных дорогах, копились давно. Вы видите, как спикер Пелоси, президент, а также сенатор Шумер говорят, что цепочки поставок уже давно нарушены. И это происходит уже много лет как. И это не только мое мнение. Это утверждает Национальный совет по наземному транспорту. Есть проблемы с расписанием движения поездов, и они в том числе нарушили наши цепочки поставок. А теперь они беспокоятся, что якобы забастовка рабочих эти цепочки повредит. Но с ними уже давно все плохо. Все 115 тысяч железнодорожников страны должны были объявить забастовку 9 декабря. На долю железнодорожного транспорта в США приходится порядка 40 процентов дальних грузоперевозок. Соглашение, достигнутое с профсоюзами, предусматривает повышение заработной платы на 24 процента в течение ближайших пяти лет. Также железнодорожники получат право на отгулы для посещения врача. Впрочем, главная проблема до сих пор остается нерешенной. А это означает, что угроза очередной массовой стачки уже после Нового года все равно сохраняется. Данил Русаков, Игорь Фунг и Семен Лобачев. РТВАй. Нью-Йорк. Ну что ж, сейчас у нас в эфире Крис Вестфолл, бизнес-стратег, присоединяется к нам, к нашей беседе. Спасибо, что согласились принять участие. Скажите, пожалуйста, насколько принятое сейчас решение помогло, в общем, решить проблему и есть ли угроза новой забастовки? То есть это меры, которые, так сказать, оттянули то, что все равно случится? Или все-таки проблема решена? Я думаю, что для самих работников проблема не разрешилась. Но ситуация для американской экономики не очень хорошая, потому что вмешательства Конгресса, которые фактически заставили работников работать, они тем самым создали некое решение, которое не является решением проблемы, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть обе стороны пытались получить то, что им нужно, и, то есть Байден и Конгресс добились некого компромисса. То есть железная дорога будет продолжать работать, экономика продолжает работать, и не будет вот этого накопления проблем. Если бы не остановить эту проблему, то тогда это было бы просто катастрофа. А почему вообще такое серьезное направление, как железнодорожный транспорт, вообще сталкивается с такими вот вопросами, как, например, оплачиваемый отпуск или больничный? Почему права такой многочисленной группы оказались ущемлены? Они требовали в рамках, да, требовали 56 часов оплаченного больничного, и вот это как раз им не удалось получить. Вот это было убрано из условий. И как раз, если говорить о нуждах, это решение было принято в интересах американской экономики. И приостановка работы железной дорог повлияла бы не только на пассажиропоток, но и перевозку товаров, то есть промышленных грузов, коммерческих грузов. И тогда забастовка, если бы произошла, то тогда 765 тысяч рабочих мест было бы потеряно. То есть это был очень высокий риск для американской экономики, Конгресс не мог себе это позволить, и именно поэтому они действовали таким образом. И таким же образом вмешались для того, чтобы обеспечить, чтобы торговля продолжалась, потому что железные дороги являются настолько жизненно важным для экономики США. А насколько вообще железная дорога для американской экономики безальтернативна? То есть можно ли заменить по железной дороге транспортировку, например, на тех же фурах или самолетами и так далее? Вопрос замечательный. И ведутся споры по этому поводу. Помните, что два года уже ведутся переговоры. Вот то, к чему мы пришли, это продолжалось два года обсуждения. То есть товары в вагон упаковываются другим образом, не так, как они упакуются автомобильным транспортом или воздушным. То есть, естественно, распаковывать и заперепаковывать, это был бы просто полный кошмар. И проблемы, которые стоят для автомобильной отрасли, то есть грузоперевозок, и для воздушного транспорта, то есть взять на себя вот эти 40%, которые перевозятся по железной дороге, то есть автомобильные грузоперевозки просто с этим бы не справились. Есть альтернативы, но это частичные альтернативы невозможно заменить железную дорогу воздушным транспортом и автомобильным. То есть все товары перевезти нельзя. В Америке вообще многие железные дороги достаточно в плачевном состоянии. То есть они как там во времена Вандербильда были, так и остаются. И насколько... То есть, во-первых, там некоторые железные дороги не электрифицированы, на некоторых там вручную переводятся вручную. Насколько инфраструктурный план Байдена сейчас может помочь в вопросе модернизации железных дорог, которые, в общем-то, серьезно отстали от других отраслей? Сейчас очень серьезные инициативы вносятся для того, чтобы обновить инфраструктуру железной дороги. И вот если взять вообще всю инфраструктуру, сейчас администрация сконцентрировалась на обновлении аэропортов. Я не могу сейчас говорить о каких-то конкретных планах в железнодорожной отрасли, но поддержание эффективных транспортной отрасли – это неотъемлемая часть для достижения успеха, для того, чтобы поддержать экономику и чтобы экономика продолжала развиваться. Ну что ж, спасибо огромное. Крис Вестфулл был с нами, бизнес-стратег. Спасибо за участие в нашей программе. Ну а мы идем дальше. Президент США Джо Байден готов к переговорам с главой Кремля Путиным. Но только в том случае, если тот покажет свою заинтересованность в прекращении войны в Украине. Об этом глава Белого дома заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. При этом американский лидер уточнил – Путин до сих пор не продемонстрировал готовности сделать это. Есть еще одно условие – такая встреча может состояться лишь после консультации с союзниками по НАТО, в числе которых, естественно, официальный Париж. Байден также заявил – идея главы Кремля, что тот может победить Украину, находится за пределами понимания. Есть лишь один способ закончить эту войну – рациональный способ. Путин должен уйти из Украины. Но, похоже, он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за это. Он учинил невероятную, бессмысленную резню гражданскому населению Украины – бомбя, ясли, больницы и детские дома. То, что он делает, это отвратительно. Тем временем в Конгресс США внесен законопроект о признании ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией. Авторы документа – республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин – сообщается, что аналогичные инициативы также поступят на рассмотрение Палаты представителей. Произойдет это уже в самое ближайшее время. В тексте перечислены основные основания, за которые ЧВК предлагается привлечь к ответственности. И, среди прочего, это пытки и убийства мирных жителей в украинском городе Буча в марте 2022 года. Впрочем, только лишь внешней войной весь список претензий не ограничивается. Вагнеровцам также вменяют убийства в Мали, похищения, изнасилования и расправы, произошедшие в Центральной Африканской Республике. Но вернемся все-таки ко встрече Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Хранцузский лидер дал понять – позиция официального Парижа по вопросу войны не поменялась и меняться не будет. С самого начала этой войны мы очень усердно работали вместе, чтобы помочь Украине сопротивляться и быть жизнестойкой, и мы будем усиливать это действие. Я действительно хочу отдать должное многим вашим заявлениям. Мы хотим построить мир, а устойчивый мир означает полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Макрон оказался первым иностранным лидером, который прибыл в США с момента вступления Джо Байдена в должность президента. Французский лидер подчеркнул – две страны солидарны в своих мнениях по поводу вторжения российских войск в Украину. Франция и США несут общую ответственность за защиту демократии по обе стороны океана. Обсудим эту тему с основателем Института по исследованию войны и мира Энтони Борденом. Он подключается к нашему разговору из Лондона. Здравствуйте, Интони. Я приветствую вас в нашем эфире и спасибо за то, что согласились принять в нем участие. И первый вопрос. Почему, на ваш взгляд, президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с главой Кремля? Ведь прежде официальная позиция состояла в том, что именно Москве и Киеву нужно садиться за стол переговоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Важно очень внимательно рассмотреть формулировки. Что было сказано Байденом? Что он готов сесть за стол переговоров, если будет действительно выражение со стороны Кремля, что будет желание закончить войну. Этого не было. Он говорил, что если такое намерение со стороны Кремлина будет, то он будет готов. Но таких условий нет. И вы, безусловно, правы, что маловероятно, что они не будут обсуждать это, что не будет соответствовать интересам правительства Украины. А что вообще может быть предметом переговоров? Означает ли это обращение Байдена, что Кремлю таким образом предлагают какую-то мягкую капитуляцию? Я бы это рассматривал как некое общее утверждение. Вы слышали, что это заявление было сделано во время встречи Байдена с президентом Франции Макроном, и Макрон сказал, что иметь, скажем так, открытую линию связи с Путиным, это может быть положительным. Но пока переговоры не привели к каким-то результатам, поэтому я бы это рассматривал как некое общее выражение намерения прекратить войну. Но при этом Джо Байден сказал, что Россия не выиграет в этой войне, не победит, что военная поддержка Запада Украине будет продолжаться, и Альянс США и Европы будет поддерживать Украину, и интересы Украины зачистить территорию будут поддерживаться. И есть еще целый ряд условий, которые необходимы для того, чтобы какие-то серьезные переговоры состоялись, и мы очень далеко от этого. Вот я как раз хотела спросить, насколько, по вашему мнению, вероятно в ближайшее время эти переговоры, как, на ваш взгляд, вообще может произойти сценарий окончания этой войны? Вот сейчас как-то мало почему-то об этом вопросов. Вот просто все говорят о том, что она должна, конечно, закончиться рано или поздно, многие говорят, что это будет займет долгое время. Но каков, на ваш взгляд, может быть сценарий все-таки выхода из этой войны, из этого кризиса? Да, вопрос ваш очень важный, ключевой. Давайте четко скажем, что Россия настаивает на уничтожении украинского государства и украинского народа. Украина четко утверждает, что их задача зачистить территорию, в том числе и вернуть Крым, это важная цель, и это, безусловно, может привести к какому-то неприятному компромиссу для обеих сторон, для того, чтобы прекратились военные действия, то есть какая-то договоренность по территориям может быть, будет достигнута в какой-то момент, но сейчас мы не на этой стадии, потому что Россия теряет захваченные территории, в настоящий момент ВСУ продолжают свое продвижение, и в какой-то момент возможно какая-то договоренность по территориям может произойти, но сейчас Украина не поддерживает такую идею, безусловно. И есть еще понимание, что вот эти условия, они являются препонами на пути достижения, потому что совершены военные преступления, любые переговоры только усложняются из-за этого, и Украина ставит перед собой две цели, это важные цели, и поддержка со стороны Запада довольно-таки широка. На каких направлениях, на ваш взгляд, могут в ближайшем будущем начать продвижение ВСУ? Опять же, интересный вопрос. Вооруженные силы Украины очень осторожно относятся к конфиденциальности информации, которые не раскрывают карты, но, вероятно, они сконцентрируются на южном направлении, не будут пытаться в лоб отбивать восточные территории, и какое-то серьезное продвижение на Крым сейчас не будет, и, скорее всего, это будет в южном направлении, и они, скорее всего, будут анализировать, сколько удастся отбить, и уже затем планировать операции. Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что уделили нам время. Я напомню, что мы сейчас побеседовали с основателем института по исследованию войны и мира Энтони Борденом. Он подключался к нашему разговору из Лондона. Спасибо, Энтони, за участие. Всего доброго. Ну, а сейчас к нам присоединяется Джон, и это директор Центра по контролю за нераспространением оружия. Присоединяется он к нам из Вашингтона. Здравствуйте, Джон. Я вас приветствую в нашем эфире. Вот на ваш взгляд, почему группу Вагнера решили признать террористической только сейчас? Я думаю, это скорее вопрос к самому процессу, который необходимо применить для того, чтобы назвать кого-то террористической организацией. Именно поэтому раньше это не было сделано. Безусловно, эта организация участвовала в целом ряде незаконных видов деятельности и, в частности, вот на Украине. Какие юридические последствия такой шаг может нести? Означает ли это, что пойманных, предположим, где-то в Африке наемников будут экстрадировать в США и судить здесь? Я не думаю, что такая возможность будет. То есть, если они будут задержаны, конечно, в будущем есть возможность судить их. И, конечно, есть правовые последствия для тех, кто укрывает террористов. В данном случае это правительство России. Ну, вот все-таки, например, того же самого Бута, да, там экстрадировали в Америку за торговлю оружием, потому что теоретически могли пострадать американские граждане в тех же самых каких-то конфликтах в Африке. То есть здесь, получается, вы считаете, что мало шансов на то, что этих террористов в случае поимки будут экстрадировать и судить именно в США? Виктор Бут — это другая ситуация. В его деле он нарушил международные соглашения по торговле оружием, и он также использовал финансовую систему, также нарушил правила. Есть несколько другая ситуация. Но если они совершили преступление по международному праву, то тогда, возможно, юрисдикция американского суда может быть достигнута, доказана, и тогда такой процесс на американской земле может состояться. Вот есть мнение, что до поры до времени вообще часть западных элит была не против, чтобы ЧВК Вагнера выполняли ту работу, на которую не особо могут решиться западные демократии. Ну, такую грязную работу. Например, зачистка исламистов в Африке. Можно ли предположить, что после признания этой группой террористической теперь это место окажется вакантным? Вы знаете, во многих странах, где работал Вагнер, вопрос верхоменства закона весьма слабо ставится. Поэтому сложно сказать, что, например, присутствие Вагнера делает там ситуацию как-то хуже. Ситуация в этих странах уже плохая. И здесь важно сконцентрироваться на военных преступлениях, которые сейчас происходят в Украине, и привлечь к ответственности Вагнер и тех, кто с ним связан. У Кремля есть еще какое-то количество ЧВК, например, ЧВК Патриот. Почему аналогичного внимания со стороны американских законодателей не удостаиваются они, а только ЧВК Вагнера? Или это тоже бюрократия, и, так сказать, нас еще ждет целый список? Безусловно, возможно, что будут и другие группы впоследствии признаны террористическими. Просто Вагнер наиболее известный из всех вот этих вот частных ЧВК, всех этих наемных групп. Сейчас понятно, что они обязательно должны были быть первыми, это понятно, но, может быть, впоследствии будут и другие. Спасибо большое. Джон Ирод был с нами, директор Центра по контролю за нераспространением оружия. Джон присоединялся к нам из Вашингтона. Спасибо за участие в нашем эфире. Ну, а мы идем дальше. Пентагон сообщает, что министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим турецким коллегой и выразил решительное несогласие с военными действиями Анкары в Сирии после теракта в Стамбуле в прошлом месяце. Администрация Эрдогана утверждает, что взрыв в крупнейшем городе страны 13 ноября был террористической атакой и возлагает вину за него на курских повстанцев. Министерство решительно выступает против любого потенциального наземного вторжения на севере Сирии. И опять же, основное внимание здесь уделяется созданию условий обеспечению беспрепятственного продолжения миссии по разгрому ИГИЛ и предотвращению потенциальной нестабильности в этом регионе. Мы, конечно, признаем обоснованную озабоченность Турции по вопросам безопасности, когда речь идет о защите ее населения внутри своих границ. И мы будем продолжать общаться с Турцией, будем продолжать общаться и работать с сирийскими демократическими силами. Но опять же, основное внимание здесь уделяется предотвращению дестабилизации ситуации, которая приведет к тому, что ИГИЛ сможет воссоздаться. И никто не хочет возврата к тому, что мы видели в 2014 году, когда террористическая группировка бесчинствовала и захватила большие участки земли с тысячами и тысячами убитых. Американские и курдские военные чиновники говорят, что турецкие авиаудары и угрозы наземного вторжения на севере Сирии влияют на их совместные операции против экстремистской группировки «Исламское государство». Райдер ранее говорил журналистам, что США сократили число партнерских патрулей, которые они проводят вместе с сирийскими демократическими силами на севере Сирии. В четверг они заявили, в четверг он заявил, вернее, что американские войска находятся в безопасности в ходе своей миссии. Сейчас к нам присоединяется Кэтрин Перрис, политический аналитик по Ближнему Востоку и правозащитник. Присоединяется Кэтрин к нам из Лондона. Я приветствую вас в нашем эфире, спасибо, что уделили для нас время. Скажите, не кажется ли вам, что Эрдоган использует теракт в Стамбуле как повод, чтобы расправиться с курдскими повстанческим движением? У нас небольшая техническая возникла заминка. Мне придется повторить вопрос. Как вы считаете, использует ли Эрдоган вот эту историю со взрывом как некий повод для того, чтобы расправиться с курдским повстанческим движением? Взрыв в Стамбуле имеется в виду? Эрдоган прибегал к этому уже неоднократно. И это, конечно, очень удобный момент. И, возможно, это, конечно, вымышленный повод может быть и такое. Но при этом это, конечно, беспокоит такая ситуация. То это все происходит довольно-таки близко к американским военным базам. И все может быть... Эрдоган считает, что он может, в принципе, делать все, что угодно там на Ближнем Востоке, и Америка его за это не накажет. То есть это, конечно, трагедия для курдов. Их угнетают уже на протяжении долгого времени. И был и геноцид. И сейчас Турция нарушает законы. И это действительно преступление против человечества. Вот в нынешней политической конфигурации есть ли у США и Запада рычаги воздействия на режим Эрдогана, чтобы избежать эскалации? И какие шаги могут быть предприняты в этом направлении? Будет, конечно, сложно, потому что Турция — член НАТО. И если мы рассмотрим ситуацию, что сейчас ведется война на Украине, Россия ведет войну, и если Эрдоган откроется для Запада, но я думаю, что такого желания у него нет, и он это понимает, что если будут расследования, которые происходили в преступлении исламского государства, и он, если будут и расследования других преступлений, которые были в отношении курдов сделаны, то он окажется в сложной ситуации. Если также обратить внимание на энергетический кризис на Западе, и западным столицам в Европе требуется электроэнергия, требуются энергоносители, и есть 15-летний контракт у Турции, и я не думаю, что кто-то хочет ссориться с экспортерами энергоносителей, поэтому ситуация очень сложная. Спасибо большое за ваш комментарий. Кэтрин Перес была с нами, политический аналитик по Ближнему Востоку, и правозащитник присоединялась Кэтрин к нам из Лондона. Вы смотрите сквозной американский эфир на канале РСВИ. С вами по-прежнему я, Лиза Каймин, и снова новости короткой строкой. Байден подписал в пятницу закон о введении трудового соглашения между железнодорожными компаниями и рабочими, чтобы предотвратить забастовку. Европейский Союз достиг соглашения об ограничении цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Апелляционный суд приостанавливает специальную генеральную проверку документов Трампа, изъятых в Маралага, что позволит Министерству юстиции вернуться к их исследованию. Пентагон готов продемонстрировать свой новый стелс-бомбардировщик Би-21, ставших центральным элементом в усилиях Вашингтона по сдерживанию Китая. Средняя стоимость бензина в США упала до 3 долларов и 45 центов за галлон. Это один из самых низких уровней с момента вторжения России в Украину. Эпотаж без границ или отмените Балансиагу? Третью неделю бренд находится в эпицентре скандала. Французский модный дом обвиняют в оправдании педофилии и детской порнографии из-за двух рекламных кампаний, которые вышли 16 и 21 ноября. В середине ноября Балансиага опубликовала рекламную кампанию новых товаров для дома. Моделями выступили дети. Некоторые из них позировали сумками в виде плюшевых медведей, облаченных в кожаные портупеи, наручники и ошейники. Это вызвало у подписчиков ассоциации с БДСМ-эстетикой, что и привело к первой волне скандала. Балансиага удалила компанию соцсетей из официального сайта и принесла извинения в Инстаграм. Ну а спустя пять дней вышла новая рекламная кампания. И все бы ничего, но офисные столы, возле которых позировали в том числе Белла Хадид и Николь Кидман, были покрыты офисной атрибутикой, в том числе кучей бумаг. На одном из них сумка Балансиага лежит поверх документов, в котором можно узнать судебное дело о детской порнографии. Рядом книга, в которой некоторые критики уловили намеки на насилие над детьми. Итогом стала полномасштабная акция по отмене Балансиага, хэштег «Cancel Balansiaga» и целые аккаунты, посвященные этому скандалу. Когда вы участвуете в этой битве и боретесь за перемены, за политику, и за то, чтобы выжившие были смелыми и рассказывали о себе, вы вдруг видите на другой стороне крупные бренды, которые используют, по сути, свое влияние для продвижения этих преступных идей. Такое ощущение, что Балансиага перешла черту. Что должно произойти сейчас, так это то, что бренд должен выпустить свою следующую рекламу против сексуального насилия над детьми, начать поддерживать жертв насилия и специальные фонды. Они поощряют такие преступления. Они должны показать в полной мере, что они против насилия над детьми. И если они этого не сделают, то я думаю, что люди должны отказаться от услуг Балансиага, потому что то, что они сделали, это ненормально. За первый эпизод модный дом извинился, во втором частично обвиняет подрядчика и требует 25 миллионов долларов компенсации. Балансиага давно погрязла в скандалах, но в этой ситуации особенно глубоко. Грозит ли бренду полная культурная отмена, неизвестно, но пока что наиболее серьезный шаг предприняли Businesses of Fashion. В этом году они должны были вручить креативному директору модного дома Демни Гвасали и премию Voices за вклад в индустрию моды, но в итоге отозвали награду. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси высказалась по поводу налоговых деклараций бывшего президента Дональда Трампа, которые сейчас находятся в руках Комитета Палаты представителей, сказав, нам нужно посмотреть, как это работает. Пелоси также сказала, что Конгрессу, возможно, потребуется принять закон, требующий от кандидатов президента обнародовать свои налоговые декларации. Нам нужно посмотреть, как это работает. Возможно, нам нужно принять закон, требующий от кандидатов президента, достигших определенного порога, что общественность имеет право увидеть их налоговые декларации. Я думаю, что общественность имеет право знать. Вот почему мы должны принять закон, обязывающий кандидатов делать это. Именно поэтому все остальные кандидаты, кроме сами знаете, кого сделали это. На прошлой неделе Верховный суд отклонил просьбу Трампа о выдаче ордера, который помешал бы Министерству финансов представить 6 лет налоговых деклараций Трампа и некоторых его компаний Комитету по путям и средствам Палаты представителей, находящемуся под контролем демократов. Сейчас нам присоединяется Кимберли Джонсон, конституционный юрист и политолог. Здравствуйте, Кимберли. Я приветствую вас в нашем эфире. Спасибо, что уделили нам время. Но прежде всего история с декларациями Трампа, она тянется с того самого момента, как он избирался на постпрезидента еще. Что такого в этих декларациях может быть и почему, каким причинам он может их скрывать? Здравствуйте. Я сама задавала себе этот вопрос. Если там нечего скрывать, то почему тогда их не обнародовать? То есть мы пока не знаем, есть ли там что-то, но, наверное, там есть какие-то нарушения, что-то он там темное скрывает, не хочет, чтобы граждане знали. То есть это, конечно, наверное, для многих людей явится откровением. А какие должны быть там обнаруженные нарушения, скажем так, чтобы это могло как-то повлиять на его шансы в следующих президентских выборах, о которых он уже объявил, что он будет баллотироваться? В настоящий момент он не платил налоги, то есть утверждается, что он четыре года не платил, и также он заявил о убытках, когда на самом деле у него была прибыль, и он может оказаться в тяжелой ситуации. Многих наказывали тюремными сроками за это и за сокрытие прибыли. Это довольно-таки серьезное обвинение. Как скоро общественность узнает о положении дел, так сказать, в этих налоговых декларациях? Насколько есть шансы вообще, что это будет опубликовано действительно? Ну и как скоро, если есть такая вероятность? Существует такая вероятность. То есть все-таки 2022 год — это век технологий, и, конечно, происходят утечки. То есть даже если пытаются что-то удержать в секрете, то есть сейчас проводится расследование, и я думаю, что в какой-то момент может произойти утечка. общественности узнает об этом, и, возможно, он и представит эту информацию. Он долго избегал этих требований и продолжает избегать. Может быть, и в какой-то момент перестанет это делать. Ну а каковы шансы вот на принятие все-таки этого закона, который предлагает Пелоси? Я думаю, что Конгресс, безусловно, очень серьезно рассмотрит это предложение. Важно понимать, что пока никто не выступил против. Все считают, что Трамп должен был представить свои налоговые декларации, поэтому существует вероятность того, то есть большая вероятность того, что такой закон будет принят, чем нет. Это не идет в разрез с Конституцией, например, требование, да, обязаловка, скажем так, предоставлять свои налоговые декларации. Тем более обычно, в принципе, кандидаты в президенты, когда уже доходят до этого дела, они обычно не сопротивляются. То есть Трамп это такой, можно сказать, уникальный случай. Но все-таки конституционно ли требовать от кандидатов в обязательном порядке предоставлять эти налоговые декларации на широкую общественность? Нет, это не конституционно. Но фактически может быть сделано исключение в случае кандидатов. Потому что, в частности, может быть и обнаружено иностранное вмешательство. Трамп, возможно, был замешан в махинациях выборов 2020 года. И у нас действует демократический процесс, и поэтому подобное действие — это обход демократического процесса, и человек пытается сделать себя неприкасаемым. То есть любой, кто уважает эту должность, должен понимать, что существует определенный уровень подотчетности, который начинается именно с честности. И он себя ведет так, как будто он вообще не подотчетен никому. И да, может быть, это будет нарушением закона в данном случае, да, сейчас. Но если это для него важно, и если эти обвинения, на его взгляд, не имеют под собой оснований, почему не представить своей налоговой декларацией тогда? Хорошо, давайте предположим, что, например, этот закон будет принят. Есть ли шанс у того же Трампа и у его адвокатов оспорить его в Верховном суде, например? Можно по-разному ответить на этот вопрос. В настоящий момент много законов как раз проходит по этому пути, когда все начинается в суде первой инстанции, потом доходит до Верховного суда. Но если посмотреть на недавние решения Верховного суда, может ли произойти нечто подобное снова? Да, может. И я полагаю, что, так как новые судьи назначены, и, может быть, Верховный суд может затем принять соответствующее решение, и, то есть, может фактически оспорить и используя в данный момент высокий стандарт рассмотрения вопроса, нужно ли их было обнародовать или нет. Спасибо огромное. Кимберли Джонсон была с нами, конституционный юрист и политолог. Спасибо за участие в нашей программе. И спасибо за то, что уделили нам время. Ну, а тем временем сквозной американский эфир подошел к концу. Я с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок КОТОМ И пол где хлоплет Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Хохот Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.